Кирилл Сарычев против Ларри Уэллса. Заруба в Дубае. Как это было? Юрий Белкин на своем рекорде, который должен был быть еще более впечатляющим. Жим 200 на розе от Анатолия Сербина. Он жмет две сотни легче, чем ты поднимаешься с кровати ранним утром. А также травка в бодибилдинге. Во вред или тут все не так однозначно? Новый выпуск на канале. Всем привет. Спасибо, что именно ты смотришь мой канал. Тайм-коды, как всегда, в описании, чтобы ты смотрел весь выпуск. Или, что интересно, именно тебе. Ну и начнем мы с Дубаи, где состоялось несколько любопытных спаррингов по армрестлингу. Кирилл Сарычев против Ларри Уэллса, а после против местного босса в поединках на руках Халида. Серия видео началась с шутки про GoPro Кирилла. Сарычев вспомнил шутку, мол, чем больше автомобилей у мужчины, тем меньше его, так сказать, инструментарий. Вот поэтому у меня самая маленькая камера. Подытожил Кирилл. Ну да ладно. Жим штанги сидя для разогрева. 100 килограммов на штанге. Для обоих, конечно, не проблема. Ларри сразу пошел на 140. Сарычев остался верен себе, сказывается опыт травмы, разогревался дольше. И пошутил, что не помешало бы зарядиться для следующих подходов. Ну, вы понимаете, это как Кай Грин, который на вопрос о фарме отшутился, что набрал на апельсиновом соке, да? Далее работа в тренажерах и интересный диалог о рекордах и что стоит за ними. Я не вдаюсь в подробности, ссылка на оригинальное видео в описании, там простой уровень английского, кому интересно, посмотрите полностью. Но в целом оба, Кирилл и Ларри, пришли к тому, что сами по себе рекорды в мире железа, увы, атлета не прокормят. Кирилл говорит, что в любой момент готов вернуться на помосты к серьезным весам на штанге, но ради чего? Ларри о том же. Он вспомнил, что выступления в бодибилдинге и пауэрлифтинге денег ему не принесли, только узнаваемость о нем узнали во всем мире. Безусловно, он установил рекорд в троеборе, на который был нацелен уже давно, это была его большая цель, но что дальше? А дальше пошла работа на медиа, на контент, чтобы обеспечить себе жизнь. Ларри все еще хочет выступать в стронгмене, но и он согласен, что наступает определенный момент, когда ты достиг элитного уровня в спорте и задаешься вопросом, что дальше и в каком направлении продолжать движение, что востребовано в наше время. В общем, большое поле для рассуждений и дискуссий, но давайте поговорим об армрестлинге. Как и ранее в случае со Сколбоем, Кирилл просил Ларри и Халида работать в полную силу, но без резкого старта во избежание травм. Ну и вы сами видите, Ларри пришлось попотеть против Кирилла, и тот отметил реальную мощь в руках Уиллса, но в итоге вышел победителем в этом товарищеском поединке. А вот с Халидом противостояние спустя два дня, увы, не сложилось. Сарычев не смог бороться в полную силу из-за боли в локтях после поединка с Ларри. Все же армрестлинг не его профиль, так что потенциал конкретно этой дуэли остался не раскрыт. В целом круто, что подобный контент имеет место, и англоязычная аудитория на канале Ларри очень тепло восприняла гостей из России. Вообще аудитория у Ларри очень лояльная, отмечу это. Но а как вам заруба Ларри Уиллса и Кирилла Сарычева в армрестлинге? Пишите в комментариях. Ну и конечно, черная пятница, главный день распродаж в этом году. Конечно, мой промокод «Джиобиевич» на зеленый и круглый год дает скидку 37%, но сегодня 46%! Это самое выгодное предложение в этом году. И плюс именно сегодня, в пятницу, до 7 вечера по Москве действует особое предложение. Скидка по моему промокоду и плюс скидка до минус 350 рублей на доставку. Ну и плюс, какая еще ситуация? В последнее время я много где был, в Красноярске, в Петербурге, в Москве, в других регионах России. Везде мне говорили, что витамина С, витамина Д3 и цинка, говорят, убойная комбинация против ковида и другой заразы, нет. Дефицит этих препаратов. Так что заходите на сайт MyProtein, пользуйтесь моментом, когда максимальные скидки и приобретайте эти витамины и добавки для себя и своих близких, для того, чтобы не болеть. И опять же повторюсь, максимально выгодное предложение действует сегодня до 7 вечера по Москве. Промокод GOB и ссылка на сайт MyProtein в описании под этим видео. Берите от черной пятницы все. Юрий Белкин на днях установил новый all-time рекорд в троеборе в сотой категории 972,5 килограмма. Я рассказывал об этом в прошлом выпуске, но многое осталось за кадром. Меня на том турнире, к сожалению, не было, зато там был Дмитрий Спиридонов, который, как я и говорил, опубликовал на своем канале интервью с Юрием. И я делюсь с вами фрагментом из этого видео. Здесь я к троеборю не готовился, я готовился к тяге, но с реализацией, в принципе, было более-менее нормально. То есть в приседе я мог бы там, блядь, ну 35 минимум бы сегодня встать. Это при том, что прям без усрачек. В Жене, в принципе, я как бы что сделал, то сделал. Там 32, может быть бы 35, там, блин, я в мертвой точке поборолся бы, пожалуй. Вот 32, как бы тут все четко. В тяге объективно, то есть если считать первый подход, как я потянул 415, на 42 бы не обхватило. Даже слегка подсорными мозолями, я бы, ну, если, учитывая, что 415, получается, я потащил, потерпел, я бы 42 бы потерпел, потащил, потому что у меня был настрой другой, кураж бы был. А так ты выходишь, частично злость, частично какая-то паника в какой-то степени. Что получается, ты вроде как все заебезделал в приседе, в жиме, и тут на те, блядь, и в тяге. Вот такая, у меня что-то. Это реально обидно. Я реально пришел без какого-то там, знаешь, каких-то там суперпланов. Просто хотел кайфануть, и я знал объективно, сколько могу поднять без всяких там, блядь, знаешь, там, в идеальных раскладах, там, или там, куражи, или там еще какой-то там, блядь, силы с космоса, там, если, знаешь, ловить. То есть, ну, объективно, 42 потянуть, да, да как нефиг делать, то есть, там, 32 пожать, да, там, 330 там присесть, да, то есть, ну, как бы тонной спокойно, как минимум, мог поднимать. И вот даже вот, вот, как бы, вот так вот, блядь. Полное интервью смотрите на канале Дмитрия Спиридонова, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Товарищу Спиридонову отдельное спасибо за качественный контент. Ну, и давайте пожелаем Юрию просто железобетонной кожи на руках, чтобы все рекорды, побить которые он действительно готов, ему в итоге покорились. Ну, и продолжая тему запредельных силовых, Анатолий Сербин, напомню, обладатель жим малежа 293 килограмма без экипировки, как ни в чем не бывало, выжал 200 килограммов на 12 повторений. При этом, без безумных мостов, отбива от груди, налокотников и прочих приблуд. Четкий техничный жим с паузами, вот где настоящая мощь. Сам снял, аккуратно отработал, сам поставил штангу обратно, все, как вы любите. Ну, и собственный вес при этом не 200 с лишним, а всего лишь 120 с половиной килограммов. Только уважение, Анатолий. Тем временем, на ресурсе Generation Iron вышло занятное интервью с Антуаном Ваяном, вернее, фрагмент этого интервью. Влад Юдин обсуждал с ним, как правильно набирать массу и при этом прогрессировать именно в мышцах, а не обрастать жиром, но в заголовок была выведена другая тема – травка в бодибилдинге. Имеет она какой-то положительный эффект или только во вред? Ссылку на оригинал я оставлю в описании, а вот что думает сам Антуан. Ну смотри, в Канаде травка легальна, плюс это натуральное что ли растение, да? Все просто, если она вызывает у тебя сильную зависимость, портит тебе жизнь, делает тебя ленивым овощем, то тогда да, конечно, травка для тебя вредна. Если тебя развозит, ты становишься как ленивец на тренировке, ты медлителен, пропадает запал и драйв, если тебя вместо железа тянет к косяку, то да, это уже зависимость. Но если это просто средство, чтобы расслабиться, выспаться как следует, а после ты просыпаешься как огурчик, весь заряженный, весь день идет по плану, и после ты опять на боковую и все в твоей жизни путем, тогда я не вижу проблем. Но вот слышал, что травка может поднимать уровень эстрогена, но не знаю, правда это или нет, просто слышал о таком. Но блин, это твое тело, ты взрослый человек и можешь делать с ним все, что нахрен тебе вздумается. Вот если ты не можешь остановиться, то тогда да, это проблема. Мое мнение, люди могут принимать все, что им вздумается, если только это не мешает окружающим и не вызывает зависимости. В любом случае, я говорю только о взрослых людях, и я часто видел, как травка делала людей ленивыми и вялыми. Если ты юнец и подсел на косяки, то, кто знает, может твой несформированный мозг навсегда останется в таком вялом состоянии. Я не знаю. Так что единственный вариант, ты старше 25 лет и видишь в этом какой-то смысл. Естественно, я должен это обозначить. Данный фрагмент не несет никакой цели пропагандировать наркотики. Это зло, я думаю, все мы это понимаем. Я лично против наркотиков, и, как говорится, мнение редакции может не совпадать с мнением источника. А вот что вы думаете на этот счет, согласны вы с Антуаном или нет, пишите в комментариях. Подписчиков на моем канале много, и я уверен, что у вас могут быть разные мнения насчет этой темы. Ну а на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Лайки и комментарии оставляйте под этим видео. Они, как всегда, помогают и поддерживают мой проект и конкретно это видео. Если, конечно, выпуск вам понравился и был интересен. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые материалы. И не забывайте про бонусы Черной пятницы. Меня зовут Андрей Луценко. Не прощаюсь.